всем привет ребята с вами снова я и сегодня будем продолжать выживать на серию физма и так я такой думал очень долго думал и решил переехать от этой базы много причин вот будут приезжать в принципе на совсем другую эту базу я оставляю своим тиммейтом она до сих пор будет основной базой но я в ней не буду жить так думаю все понятно одни абсолютно все знают эту мои поэтому чтобы переехать нам нужно очень наобсидина да тут есть спамер скелетом но как бы безопасность я думаю важнее давайте пропишем слэш nether вот вы можете кстати прямо сейчас поставить лайк подписаться серия не знаю какая нужно перепроверять nether блок ладно короче да тут надо выбираться смотрите чтобы выбраться нам надо наверное блоки вы какие-то на блоки ну и как я это сделаю по вашему а хотя стоп я понял кажись нет что я делаю с ума сошел куда назад можно ладно придется полностью упасть и кинуть эндер перл так уж и быть об все пришлось потратить но я думаю ничего страшного так и мы отдыхаем от спавна как всегда как и прошлый раз тут много чего понаделывали спрашивает ну что там все хорошо я отбегаю принципе вот так давайте скушаем жарену свинину мистер молодой будет мне помогать копать obsidian вот и я кстати забыл взять ведро воды давайте напишем воду возьми две штуки две штуки вот так и я чё-то забыл но ничего страшного так тут придется спрыгивать у меня чё за ботинки у меня ботинки правда броня почти что поломана ничего страшного думаю так чё тут за катакомбы то такие так давайте сюда спринем и вот так вот побежим капец тут порно раскапывали ребята но это нам не помешает и дальше можно пробежать вот лавы тут предостаточно так что мы сможем что-то тут сам скопать тут еще кто-то спрашивает какой-то варик не какой-то просто варик кто пакок покорда кстати опа это тут я так понимаю обсидиан копали вот сколько тут копали обсидиана вы только посмотрите на это жесть так давайте еще подальше отбежим не ну вы посмотрите реально сколько тут его уже скопали может нам даже места не достаться демом сможем его спокойно таки вскопать это еще что такое серьезно перма арбузов так вы посмотрите где она находится она находится в аду с ума сошли что ли в аду выращивать арбузы это же из гриф ну точнее просто базу из его найдут не божественники с кому нужен гриф арбуза сам не знаю вот базу найти реально изи так давайте вот туда пробежим ну вот тут я думаю где-то можно надеюсь давайте сейчас копаю какие-то два блока несчастные проверим тут есть приват тут нету привата тогда не тут где-то и будем ставить его и копаться вот так что давайте напишем собака т.п. вот будем ждать его прихода и так миха миха а зачем ты тут не нужен был ладно если он поможет то это даже хорошо а вот и давайте тут ставим где-то обсидиан так давайте давай скидывай мне во первых воду естественно отдай свою незерку нет давайте напишу чтобы локал они пиши не писал и где виду вода вода собака вода вот максимальное количество регионов а где меня не поставлены так блин это все испортит это печально и так сняли один приват у меня и теперь мы опять здесь мы снова с вами давайте где-нибудь вот тут вот поставим сергей успешно создать также rg а д д д мэр 1 6 5 2 все моя написал мистер но ладу до молода уже все он теперь может тут развивать разливать точнее и все теперь разливаем и копаемся а вот естественно я это все не буду записывать вот но тем не менее поехали копаться только один приват и так ну точнее один блок от милавы самой но ничего страшного на самом деле когда я уже данное видео записываю открылся 3 4 сервак вот я так понимаю на него немного игроков со 2 сервака перешли теперь тут немного поменьше и это ощущается что тут реально много поменьше игроков но и это естественно для меня хорошо вот может даже читеры распределились на вместо двух серверов в чина 4 это же самое количество читеров как бы да вот и станет тут их меньше хотя бы хотя соотношение будет как бы одинаковым как по мне так что тем не менее немного хотя бы плюсы есть и еще тут что-то сделали то что теперь это не отображается привилегий у таби до сих пор странно например знаю то что дима 1 2 3 4 5 6 7 8 должен быть с князем но тут даже без привилегий то же самое с остальными игроками и как-то теперь непонятно кто с какой привилегий это плохо так ребята на меня напали на рек какой-то на рек на меня напал я вообще стоял в фк если что я стоял просто напросто в фк он на меня напал у меня вообще брони нету абсолютно нету я не знаю что с ним делать наверное надо ливать он левает какой ужас но я его жестко начал сливать и он как бы убил моего тима срочно и ломаем этот приват и убегаем ох он меня испугался поняли да я сейчас случайно по лаву но я с огне стойкостью поэтому хоме 1 в итоге чё произошло я стоял в фк добавляла чечела приват о не приват а клан да и такое тоже бывает на рек какой-то прилетел убил нашего тиммейта и я его почти слил ну почти было такое он не знал то что у меня наверное полуманная броня сильно или улетел но такое тоже бывает вот а и теперь еще пишет кому абсу продать это гениально просто но и такое тоже бывает я уже это сказал вот посмотрите на мою броню это ужас короче и получается и значит он делал не за что он реально мог делать в незерском мире ужас но мне пришлось реально съесть чарку свою последнюю и суваться без чарки это ужас будет если суюсь сюда без чарки сейчас так что мне нужна чарка когда предлагаю в принципе построить из того что есть это 9 стака даже вроде как 10 где-то 9 10 стака у меня обсидиана пока что но я потом сделаю как бы вообще какую-то дичь потом сделаю нормальным а вот но первая защита из обсидиана уже как бы будет без сваты без ничего но хотя бы как-то вот я потом не серию дострою все так короче нам надо блоки давайте возьмем где-то ага сколько тут булыжника слухайте а ловко они это придумали я даже вначале не понял так обсидиан с собой это можно убрать и в принципе все строится как бы наверх ну перед этим естественно ртп и ждем пока а вот так же я мог бы прописать целый пока меня телепортировать герой я раз его миллиард лет беру это целый ну и строимся наверх естественно за собой надо что-то закрывать вот ну и все там курица умерла ладно такое тоже бывает опять же нам нужно что-то наверх как-то построиться поэтому мы строимся потом столб уберу опять же ой ну да хорошо вы придумали слухайте и опять чуть не упал короче это очень странные баки я могу так реально провалиться упасть как я тут поставил блоки си его там как бы не ставил в итоге смотрите я просто строюсь наверх и меня как бы скидывает на низ и так где-то тут будем делать платформы естественно сначала делаем вот так вот теперь слэш сет сет хоме да и я тот дом сейчас удалю ладно если что через рынке буду тэпаться ну и давайте начинать что-то строить короче вот естественно я буду делать сразу же второй слой после того как я закончу это видео уже на завтра прошли день так я записываю сейчас 20 23 дата как-то так будем расширять платформ пока надо будет естественно так опять же ломаем почему-то постоянно но ставится но короче я буду строить и потихоньку плющить вам запись показывать что я принципе построил естественно я уверен то что мы игре базу за кейферс рано или поздно какая бы тут защита не было ее за грифер и это как бы факт хотя то до сих пор не за гриф или ну там часть за гриф или там реально уже гриф или нас поэтому как-то так читеры если что гриф или и мои сундуки как и все сундуки остальных и личные лично сундуки чисто все взорвали если что поэтому у меня там нету ничего а было много чё так что вот так но и самая трудность была то что это гриф или все же реально читеры они проходили сквозь блоки и за счет этого ним а мы не могли с ними нормально справиться а вот как то так но ладно с кем не бывает так скажем их уже давно забанили всех читеров идти мы в читеров которые только у нас были не они больше нас не грифера наша база реально было там просто за гриф или те как я и говорил и эту базу будет тоже принципе я знаю как ее будет за грифить но тем не менее база будет это пережиток прошлого сейчас я уверен то что намного лучше базы строится так и смотрите в принципе этого нам бы было достаточно но я решил бы удлинить его в ширину то есть раз два понял тебя метр понял я даже я кинул эндерпёрл я кинул эндерпёрл сколько там очистка 5 минут 26 секунд вы ну вы видели да я еще не могу т.п. со мной на литрах вниз нато я разбился срочно вот ну да хорошо что есть и соколовцы которые меня подстрахуют но тем не менее ну и смотрите как бы он подобрал наши резы я так понимаю вот я ему отправил запрос на телепортации хорошо что он меня подстраховал отведите все и подбираем их в итоге фунтезерка на месте я кинул эндерпёрл я подстраховался ничего не получилось мне еще с собой были гиттер только у меня они были не на основном вот как-то так ну ладно с кем не бывает опять же вот можно было ведром воды но я кинул эндерпёрл я считаю то что я правильность поступил на опять же тут про логи сервера какие упал про логи сервера тут тоже самое так вроде как все мы подобрали теперь я буду носить вот так вот элиты все спсс давайте напишу спсс огромные и давайте назад на хома хома 1 ужас короче итак давайте сделаем планировку то есть на тут нас будет стена я даже наверное это сделаю немного по другому что тут у нас будут уже как бы что-то стоять можно ставить и смотрите как бы тут можно поставить съемки тут тут но принципе этого по недостаточно то есть это тут будут печки тут сундуки тут сундуки там зелеварка и мне это вполне достаточно все тогда мы строим стенки это в принципе для chewing игрок у наверное, побольше сделали, но я как бы считать буду сам жить. Может, некита предложу, не знаю. Но это единственное, кого я, наверное, скорее всего, просто-напросто предложу сюда жить. Вот, и всё. Так, лук мне не нужен. Может, мечу будем отбиваться, а лук уж точно нет. Вот. Там, наверное, один на середину упал, но я не думаю, что это очень сильно страшно. Так, я думаю, этого нам будет достаточно, того, что мы накопали. Я бы сделал немного побольше. Сделал бы второй слой, чтобы у меня было сложно загрифлить, но... Как-то так. Пока что. Потом тут ещё будет ферма. Ну, короче, всё мы тут сделаем. Вот. Давайте вот так вот. Как бы могут поршнями воду закрыть, и это печально. Раньше такого сделать, если что, не могли. Ну и что? Чем можно... Ну, тогда можно будет заново будет ещё обсидиан перегородить, но обсидиан могут взорвать Тайр Блэк. То есть, Тайр Блэк в поршни Тайр Блэк. И так можно продолжать ходить до бесконечности. Тут скорее надо сделать защиту кое-как по-другому. Я уже знаю, как это сделать. Тут просто нужны обычные блоки и обычные приваты. Даже просто обычные приваты. То есть, очень много тут заприват есть вокруг, чтобы поршнями просто-напросто нельзя было добраться. Вот и всё. Это единственная защита, и я, в принципе, её реализую. Вот. Это... Замор... Замор... Ну, то есть, можно заморочиться, но в итоге получится вроде как всё неплохо. Вот. Так. Сколько нам нужно наверх? Давайте прочитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, тут то есть, да? Хорошо, на блок ниже. Вот. И тут как-то будем делать стенки. Хотя даже нет, знаете как? Тут даже мы сломаем. Вот. Всё. Вот так вот, короче, делаем. Это будет вот такая вот... В принципе, думаю, нормально. Вот. Давайте уголки эти тоже так уж и быть застроим. Чё нам-то? Вот. Ну, и так вот будем строить. Реально. Теперь координаты опять не стоит палить. Но я те... Кто может... Может кто-то типа спросит, а ты те координаты спалил, естественно. Вот. Я отвечу то, что до этого они не были спалены. То есть, я видео их скрывал, но после того, как я допустил одну маленькую ошибку, вот, оно, в принципе, раскрылось. Я после этого, естественно, их перестал скрывать, потому что они пули опубликованы в глобальный чат. Вот. Но при этом... Короче, ну, я думаю, вы понимаете. То, что я записываю видео наперёд, и как бы там всё нормально с этим было. Вот. Так что как-то так. Так, по голову, хочется откручить, или дать ты же сейчас снимаешь видос. Пишет чел с ником Стив. Ты как его зарегистрировал, ник Стив? Чувак. Я думал, тут уже он давно занят. Или ты его сломал. Я не знаю, как ты это сделал, но это реально очень крутой ник. Стив. То есть, его можно продать тут, наверное, за какие-то реальные деньги. Ну, это, естественно, мы осуждаем, но... Я думаю, тут оно бы ценилось, этот ник. Вот. Хорош. Я в шоке от него. Молодец, чувак. Ладно, давайте мы построим теперь вот так вот тут крышечку. Да, обычная крыша. Ну, в принципе, вроде как всё получается у нас. Короче, коробку мы какую-то тут построили в итоге. Тут надо будет ещё заприватить. Я временно заприватчу Незерблоком, потом поменяю. А Незерблок, отлично, наверное, нашим, или что-то с ним сделаю. А! Я же его даже в обычном мире не могу расположить. Только в аду. Значит, давайте попросим или же нахи быстренько купим. Чё нам-то? Ах, тут нету блока привата, а? Я бы сейчас купил бы за 5 тысяч, наверное, умазанную руду. Но нет, тут нету ничего. Значит, мне нужен блок привата. Это ещё ник Стива пишет ТП-хну. На базу Дэна бесплатно ТП. Прикиньте. А, я понял, он сейчас будет грипп и всех. Это же гениально, это шедевр. Типа, ну да, это можно сейчас по-любому торопить. Давайте посмотрим, у него будет от него скиллов или же нет. Но к нему, видимо, никто не ведётся, так как... Чё? Ну, я не думаю, что кто-то поведётся, так как у меня тут нету ютуберки. И, в принципе, не все меня тут знают. Хотя, там, где есть ютуберка, можно не знать, просто видеть, О, ютубер, жесть! Ну, типа такого. На самом деле, я тут уверен, что сундуки, скорее всего, не загриферят. Вот, но я постараюсь сделать так, чтобы их не загриферили. Тем не менее. Короче, как оказывается, этот чел реально у нас на базе, и он читер. Этот Стив. Типичная ситуация. Но мне как-то насрать. Честно говоря. И я сюда пришёл за приватами. Вот, я немножечко совсем возьму. Шесть приватов, я думаю, мне достаточно будет. Всё, спасибо огромное. И ещё... И всё, в принципе. Не, вообще, может, где-то тут завалялся какой-то эндерсундук. Мне бы он прикатился. Блин. Ну, Стив только что, если что, пролетел сквозь блоки туда. Я это видел через свинка. Ладно. Всё же, и такое тоже бывает. Ладно, восемь привата возьму. Хорошо. И... Чё-то я не могу заметить тут эндерсундук. Они бы, они как раз-таки приодились, так как у меня нету СашЕК команды. Я не могу быстренько открыть эндерсундук. Миха тут. Блин. Ну, всё. Больше я ничего не сделаю. В нашем СашЕК было 49 печек. Я, естественно, возьму, так как они мне пригодятся по-любому. Вот. Ну, и, в принципе, реально я больше на эту базу не буду заходить. Только, наверное, фармить скелетов и то. И факт, так как постоянно к нашей базе кто-то приходит и может спокойно-таки моего тринка убить. Это печально всё. Поэтому, ну да. Фармить уже больше нету смысла. Если бы об этом никто не знал, то да, с другой стороны. А сейчас уже всё. Вот. Ну, а так, тут дерево я так и не наблюдаю. Да. Всё, получается. Накованию тоже возьму. Так как тут стоит СашЕК 2, а тут как бы в сундуке лежит. Ааа. Ну и всё. Вот уже реально всё. Больше я ничего не возьму. Дерева нигде нету. Дерева нигде нету. Ну, тут всего, естественно, мало. А вот. Ну да. Давайте ещё полностью прочекаем. Если досок. Ну, я лучше сам, наверное, нарублю. Слухайте, а что у меня в эндерчесте? У меня топор вот такой вот. Хорошо, я его возьму. Сейчас и нарублю дерево. Так. У меня вот тринка я могу, в принципе, выходить. Хотя всё же лучше пускай постоит. Давайте пропишем слэш. Ртп. Ртп. Вот. Ну и ждём, получается. Сейчас будем копаться. Копать дерево. Вот так вот. Телепортировались. Ну и давайте быстренько это всё немного скопаем. Вот. Нам нужно совсем чуть-чуть дерева. Ну как чуть-чуть. На сундуке это много получается. Вот. Да, кстати, если кто хочет наш клан, то заходите. Ааа. Вот мой дискорд. Ты как меня нашёл? Ты как меня нашёл? Вот как он меня нашёл? Как? Можете мне кто-то объяснить? Я только ртпшился. Он сразу тут как тут. Вы прикиньте вообще, насколько это жёстко. Ммм, ещё раз ртпшимся. Хорошо, что он мне не дал КТ. А то там ещё я видел инвизника. Чё? Вообще произошло. Ладно. Ну и давайте опять. Тут нету ничего. Теперь опять ждать, пока найду нормальное дерево. Хе-хе-хе. Я сколько навкопал? Двадцать восемь это хотя бы два стака, наверное, брёвен. Не надо. И опять не там. Чё происходит только? Ах, ладно. Ещё ртпшимся. Ждём две секунды. И ртпшимся. Отменено. Почему? И мне опять нужно ждать двенадцать секунд. Наконец-то лес. Хе-хе-хе. Идём вот сюда вот и рубим дуб. Дуба нам больше всего надо. Дуб это намного ценный ресурс, чем все остальные виды деревьев. Поэтому если вы думаете, что лучше выращивать, лучше выращивайте дуб. Вот. Но он дороже всего, если что. Как-то так. Мне что-то опять Стив пишет. Он читер, если что. Давайте напишем. СТВ. СТВ. Э. Э. ЧИТЕР. Вот. Ой, а кто-то проверит его. Ну, это так. Ладно, давайте дальше будем рубить. Ммм, ну и всё. Получается. Да, я его, к сожалению, не могу забанить. Да. Есть такой. Я бы его сейчас забанил. Стив Банни мне написали в ЛС. Всё, вот видите. Э. Э. Написал, что Стив Читер через секунду Стив в бане. Это вроде как консоль написала. Ну. Вот так вот как-то. Давайте напишем. СПС. Вот. Даже без прупов. Ну, мне так на слово верят. Но я, к сожалению, не заснял. Блин. Ну, там, короче, да. Он реально пролетел сквозь блоки. И есть много свидетелей. Ну. И ещё не к Стиву. Думаю, это всё подтверждает. Ну, с мисс на четвёртой анке. Ну, плюс с мисс на вторую анке. Ну, многие игроки играют на разных анархиях. В том числе и Кверин. Я чё-то его базу на стильме находил на третьем грифе. Или же третьей анархии. Сори. Э. Путая постоянно грифы и анархии. Вот раньше это было гриф. Сейчас анархия. Э. Но, тем не менее. Это ничего страшного. Короче, да. Ммм. У меня одного было Стив Бани. Ааа. Это может не у меня одного. Может всем отправилась в ЛС. Прикиньте, Стив Бани. Э. Кто в танке Блиц играет? Ну, давайте напишем плюс. Вы прикиньте. Я играю в World of Tanks Блиц. Жесть. Плюс. Да. Ну, так. Периодически захожу. Ммм. Вот. Так что добываем. Я думаю, этого уже нам будет достаточно. Нам-то, в принципе, все равно. Какой вид деревьев. Да. Ну, давайте это последнее дерево срубим. И, в принципе, все. На самом деле, стоимное дерево. Это лучшее дерево для меня лично. Потому что его намного изично добывать. Много сразу же в одном месте. Это тени ель. Тут она низкая. И при этом много. Так, все. Пишем Home 1. И будем сейчас вот там, во-первых, ставить Privat. Нужно, кстати, будет посчитать блоки, где надо будет ставить Privat. Но я изначально поставлю в Сентр. А потом перемещу. Ну, это изначально, чтобы хотя бы первоначально не загрифили. Вот. Ну, окей, это вот тут. Вот пока что. А потом, опять же, сделать тут все хорошо. Ну, так. Короче. Давайте сделаем верстак. Нет, я сделал с тобой верстак. Тогда будем тут расставлять все. Короче, давайте еще. Тут, получается, смотрите, как нам надо. Это, вот эта вот платформа будет в свободной. То есть, нам нужно где-то вот тут вот расставлять все. Эм, да. Очень маленько в итоге выходит. Но хотя бы как-то. Нам, в принципе, многое не надо. Я хотел, в принципе, многое изначально сделать. Но так уж и быть, и так сойдет. Такс, хорошо. Давайте мы поставим куда-нибудь вот сюда. Вот временный верстак. Блин, я... Ммм, координаты. Э-э-э-э. Ладно. Монтаж. В студию. Как всегда. Но в этот раз я уже нормально забрюлю. Это уже точно. Хе-хе-хе. Жесть. Ну, и получается, тут где-то расставляем. Ммм, вот. Нет, вот тут вот надо. А тут вот игнор что-то пишет. Я не могу читать чат и... Что-то еще делать. Сори. Короче. Если я вас игнорю... Но это вынужденная мера. Так, давайте тут расставим. Так. Тут, если что, повсюду будет разлита вода. Ну, возле сундуков. В принципе, тут можно поставить так, а вот тут вот уже... Короче, сейчас я придумаю. Короче, я подумал и решил всё же тут печки расставить возле стенки. Тут всё равно, если даже взорвут... Ну, пускай взрывают гении мысли эти. Вот, нам-то что? А тут уже как-то придётся что-то делать. Так. Ммм... Если у нас тут будут расставлены сундуки, то лучше эти печки сломать. Да. И тут, и тут эти печки сломать. Хотя тут уже, в принципе, нормально, то есть только там. Да. И всё. Теперь можно расставлять сундуки. Давайте мы откроем верстак. Скрафтим много досок. А, ну да. Скрафтим много досок. Естественно. А инвентарь-то будет. Так, хорошо, выкинем три булочника. И давайте расставим сундуки. Временно вот так вот. Чтобы хотя бы положить сюда какие-то вот эти вот весь мусор, который мне прямо сейчас не нужен. Ммм... Накование, накование. Давайте куда-нибудь в другую вот это вот сюда место поставим. Я, если что, всё переставлю потом. Хотя бы первоначально нужна нам. Так, отлично. И теперь докрафчиваем доски. Давайте из этого нам, в принципе, тёмный дуб не нужен много. 26 сундуков, 30 сундуков. Я думаю, нам будет достаточно. Поэтому мы расставляем. Блин, нужно вот так вот. Так, тут, в принципе, если ставить на шифте, то они будут соединяться в статье не джава. А, так что всё тут нормально. Так, и тут. Ммм... Смотрите, как бы я сделал сейчас. Я сделал бы просто сейчас с другой стороны и не парился. Вот так. Десять. Шесть. Четыре. Два. Ну, в принципе, да. Этих сундуков мне вполне достаточно будет. В итоге, мы базу построили. На следующей серии я сделаю всё хорошо. Вне серии. Вот. И потом уже будем жить и развиваться. Ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был я, Дэнтиси00. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok